Здравствуйте! Сегодня 9 ноября и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру. В ходе европейской сессии во вторник евро продолжил укрепляться против американского доллара. На подъеме пара достигла уровня 1.3843, однако сообщение о том, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл голосование по бюджету, остановило подъем, оказав поддержку медведям по единой валюте. Евро-доллар на этом фоне резко сдал позиции, откатившись к уровню 1.3766. Заявление президента Италии Наполитану о том, что премьер-министр все-таки уйдет после принятия парламентом программы экономии, вызвало новый спрос на евро. Активные покупки пары вновь позволили евро восстановиться и протестировать на исходе торгов максимальный уровень дня 1.3846. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем попытку пары преодолеть максимальный уровень прошлой недели 1.3866 и, если это удастся, продолжить подъем в направлении 1.3894, 1.3928 и 1.3970. Продолжаем также контролировать уровень дневного разворота 1.38001. Если на откате от предыдущего подъема валюта сумеет закрепиться ниже него, возобновится снижение пары к целевым уровням 1.3724 и 1.3681. На вчерашних торгах в Европе курс британской валюты вновь начал активно расти. Драйвером подъема стала публикация сентябрьского отчета по росту производства в обрабатывающей промышленности Великобритании, показатели которого превзошли предыдущие значения и прогнозы аналитиков. Курс пары на этом фоне вырос от минимума азиатской сессии 1.6035, зафиксировав на подъеме максимальный дневной уровень на отметке 1.6129. К закрытию сессии пара несколько откатилась от достигнутых максимумов, оставаясь, впрочем, в зоне восходящей коррекции. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем первоначальную торговлю вблизи уровня дневного разворота 1.6084. Если продавцам валюты удастся преодолеть этот уровень и закрепиться ниже него, снижение продолжится к целевым уровням 1.6067, 1.6039 и 1.6005. Не оставляем также без внимания и уровень вчерашнего максимума 1.6129. Пробой этого уровня проведет к возобновлению подъема валюты в направлении 1.6139 и 1.6163. В экономическом календаре среды Китай опубликует октябрьские данные по индексу потребительских цен и цен производителей, месячные изменения объема промышленного производства, а также изменения в объеме оборота розничной торговли. Великобритания представит итоговые показатели по балансу внешней торговли за сентябрь. А в США состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанки. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова